ПЕСНЯ 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 Я думал, что надо учиться. Нет, нет, учиться. Ну, кто еще может быть? Пусть когда пошла, а решат это. Ведь Себастьян говорит, что узнал своих крестьян. Я послал, и все это. Батюшка, расскажите о крещении как-то там. Я же не рассказывал. То есть говорил же я в прошлый раз. Крещение прошло хорошо, было 15 крещаемых, 13 хроссов и двое. Маленький там, наверное, 4-5 лет. А не там еще кто-то есть? Нет, там остались только двое. Сергей и Николай Шовницкий. Сергей, я не знаю, как его фамилию. Цыганов. Цыганов? Ну, он похож на Цыганов. Что-то есть. И так вот, по поведению, там, я говорю, что Матсиган сказал. Ну, что молодец он, мне здесь. Я говорю, я вокруг храма не успеваю, сил не хватает. Он пришел вокруг храма, все отпасил, и до моего дома захватил там все. Чувствует? Ну, да, попросился. Я говорю, у меня физически это не успевает, я не могу это вот. Он пришел, он не успевает, это все. Хорошо, что делать? Ну, Николай, везде есть на машине, вот сюда, сюда, надо. Вот это. Сергей выезжает первого, а Николай еще первым. Скучно, за тобой скучно стало. Палаток нету, глядишь, палаток нету, палатки стояли, какие-то люди туда-сюда. Неседывали там, да? Да. По улице там, на велосипеде ездили, будто там, светофоры стали, все выказали. И тут там аварию не сделаешь. Едет, вдруг со стороны какой-то выходит. И сейчас нету никого, скучно, да? Никого, скучно едешь, ничего. Как будто бы мертвая деревня. Нет, там, посмотрите, там бы только пошли все есть. Я хочу трактор ремонтируй, там это, слушайте, Игорь там, кто-то сейчас работает. Да у Игоря там вообще целый город. Буди там что-то там. Там целое поселение. А когда были, они смотрят, там они что-то строили, где-то там все там, в доме-то это общевали, досками там это, с туалетом-то было. Какие-то операции. Лицию вызывали. Софер, лидцию. И правильный туалет. А? Тянули дело. Грязное дело. Ну вот и все. Было все хорошо. Кричение, опять погода была прекрасная. Вроде с утра как-то так, а я так говорю, не должно быть. То есть третий, тридцать третий раз уж, тридцать два раза не было. Не жили на третий, тридцать третий. Господи, не поколюби в нас веру. Еще это возраст Христа. Утверни, да. Утверни. Число Христа. Так, погода хорошая, вода теплая, теплая. Я заслежу, ни разу не писал, потому что она такая, как-то говорят, как парное молоко. Теплая была, выходить неохотно из этого. Все в зоне было. Все в зоне хорошо. Это маленькая, да, девчонка была такая, как она, года четыре ей. Ульяна, Ульяна, Ульяна. Ульяна, Ульяна. Она как усыпилась, знаете, за поручей. Я не могу никак ее оторвать. Сил не хватает мне. Я кое-как ее разжал, руки-то. Руки обоих-то взял, одной трубой руки, а другой-то ее держу. Рот-то закрывать некогда. А она, вот, и все. Рот. Так и уходит до подводу. Да я что? Звуковой волной. Она когда выскочит, а-а-а-а, я сушил, прокачиваю. Я обратно второй раз туда, третий раз. Я ему закрываю рот, а то он еще не закрывает. Это вот редко, вот сколько я кричил, это первый такой тяжелый был сушил. Только что-то, когда он вверх, берешься, там уже закрываю, на дороге, и трепуньку. Ну, было я кричил одного отрока, где-то есть фотография, как он орет. Он говорит, что ягоди там или нет, я говорю, что это видео надо на них посмотреть. Ну, так вот все хорошо было. Они ходили там ягоды собирали, вот, курмейку как-то. Собирали, едят все, наверное, мне одно ведро принесли, говорит, это нещетина батюшка. Я говорю, не надо, нет, нет, все оставим, надо что-то делать. Давай скорее, я там на блендере пропускаю, я сахар в бутылке разбил. А какие работают, которые, ну, типа Днепрогэс строят? Нет, там ничего больше не было таких работ. Там сегодня по домам, там обкашивали траву, там, огорода. А с дамбами-то что? Нет, ничего, все, дамбы как есть, нормально, все. Здесь уже у нас дамбы, нормально все, там, воду поднимать, не надо на тормозчике, там, вода где-то на полтора метра упала, нет. Ну, знаете, например, не надо поднимать, там, плотины, там воды хватает. А бобры, там, вот эти вот, или кто там грызет, не грызут такое? Ну, сейчас нет, сейчас нет. Видать, нашествие было какое-то, миграция, да? Ну, может, нет, там где-то есть, но еще, надо будет потом, похоже, проверить, пройти по нижней. Проверим, где там есть. Ну, все еще, ну, так вот, все, лучше, не шелом, не было таких, все нормально. Ну, что, гости, а? Ну, следующее, я буду через воскресенье, например. То, вот эти, 28-го, не знаю, не знаю, как будет. Там какое будет воскресенье, в августе, первое воскресенье, какой день будет? Четвертое. Четвертое воскресенье? Ну, когда третье, наверное, и четвертое, там третье-то будет. А в этом месяце сколько день? Тридцать один. Тридцать один. Если будет тридцатый, то пока ничего не будет. Значит, третье-то я буду третье-то. И там, чтобы мы уже не ходим. На восемь, на восемь тридцать. Я в пять часов встаю, всегда собрался, в шесть часов выезжаем. Нормально. Нормально. Все идет, как говорится... По графику. По графику. А это в два часа ночи надо выезжать, значит, в несколько часов вставать надо. В один-сто-только-два. Какой там? Там не учнешь или все равно что-то проходит. Да, понятно. Неудобно. А потом еще служение. Да. Ну, еще какие вопросы. И дорога, главное, сейчас есть, да? Дорога сухая, дорога отличная. Там еще... Салютно. Взять, что он просто веглером прошел. Он там погреет, подровнял. Поэтому дорога хорошая. Да у нас какая была пока дорога? Всегда? Да, да. Конечно. Просто дороги какие были. Грузские, давай. Кто-то ее просидел. Всегда такие были. Все. Не, у нас хорошие дороги. Фашисты не пройдут. А свои праведники всегда приедут. Праведники на поезде. Фашисты. И там, мы знаем, где еще есть места. Вещем. Мирос. Да, я могу сказать. А где ваш брак, Плач? Да, у него вчера поставили его, чтобы заработать на птицефадр. Да вы ему позвоните, пускай приедет. В 12 часов будет. Венчание. Успеет. Успеет. Вакцину поперевцинировать, да? Какую? А он на тех. Нет. Скорбезно обрабатывает клетки для курса. И сам их в курс таскает. На заболе. Я не люблю. Он показывал там фотографии, как он после этой очистки всех помещений весь в белом был и в интервете были. Там благо этот есть. Да, это дают хотя бы... Да, душ есть. Курей-то дают, варя-то поистине. Да, дают, дают. Можно за... Там, да, скидка была для работы. Да? Хорошая скидка. Команды же каждую помещали. Ну, мама, а он-то приносил что-нибудь? Он пока не приносил. Пока второй недель. Все. Еще авторитет не заработал. Ну, у него такая работа, он говорит, лап за лапой хватает из клеток, там их по 10 штук. Ему надо всех выловить и пересадить в другие клетки. Вот так вот. Ну, видать, там чистят или что, эти клетки-то там. Ну, чтобы не заразились. Нарезал так. Благодарю. Работает. Сколько служил уже? Год и семь. Уже в руку? Год и два. Все сколько? А еще осталось 7 месяцев. В марте. В марте все закончилось. В марте закончилось. С каким званием-то? Звание медбраку. Ему-то ему там еще работу предоставят. Я такой, как он молится. Я так просто. Он фокусился. Он уже учится на ветеринара еще. Мы просто не спрашиваем его. Это есть такой рассказ о Висковом. Вы делать собаку. Нам захватили его в плен. Ну, там, что ли, басхилии, что ли там. Ну, что же. Ну, что же. Ну, что же. Ну, что же. В очарованной стране? В очарованной стране, чтобы он не убежал. И он был, говорит, лечим, говорит, там. Добрый. Лечил. А мне басхили еще, говорит. Расказал, лечил. Ну, что же. В чём? Ну, у них вы нахватили. Ну, ладно же. В чём? Ну, ладно. В чём? Ну, что же. В чём? В чём? В чём? В чём? Это самое. Даже то, что знал раньше. То ли это после твоей болезни или что это. Долго не могло вспомнить. Даже потом пройдёт. Ах, вспомнил. То есть сразу. Нет. Нет. Как вы уезжаете. Заметили. Даже простое. По телевизору смотрели как-то и включилось. И как раз показывает это поле чудесное. Укубович. А ко мне это зашла тёт Люба. Ой. Как его фамилия? Я говорю, да? Люба. Не могу сказать. Кубическая. Не могу. Я говорю, я знал. Ну, не помню как. А потом я уже здесь как-то включил это. И что-то его опять там это. Уже не в этом, а на другой там он. Волне. Там как-то там самолёты надо было. Укубович. Фильм какой-то, да? Наверное. Так вот даже молитва, которая на память, говорит, знает уже это всё. Причём одно слово где-то потерял и дальше всё в формах. Пока значит нужно. Поэтому есть правило такое, как учительное указание. Что без служебника священник или дьякор не должен выходить. Как только нарушает. Даже служебные неразвища в руках их. Тогда они заброшли. Вот я смотрю, когда я говорю, служба патриарх. Пусть там протодиакон с ним там учён. То есть там он академию закончил и прочего там дать. Но он всегда лежит в служебных патриархах. Ну здесь он один патриарх. Волос какой-то. Сам исчел. Соки какой-то. Мощный. Богатырь. И всегда с этим служебником. Здесь так вот. Так уже продумали, что бывает такое. Как запинание. Чтобы не было, говорит, я товарищ, ты всегда должен держать перед собой служебник. Для напоминания. Открестили, наверное, чтобы служебник. Ну чё. Прокреснуйте давай. Да, чё. Я чё в том приготовил. Поели. Покупили. Вот это. Эти стоят. Это оно. Цвет-то какой. Прекрасный. Да. А где молодые-то? Ну видимо с этим. 12. Подержим 12. А где у них регистрация? Регистрация была вчера. Вот. Марина регистрировала это. Вот. По стороне. Музей. Там было. Там было. В чём? В чём? В большинстве. В Батюшко-стоп. В Батюшко-стоп. Где работает она? В этом учреждении? В музее роспит. У них там усадьба же есть. У них горько. Я узнал сегодня, кто спрашивает, я его не знаю. Здание построено в начале девятнадцатого века. 200 лет уже снижено этому зданию. Здание это строилось здесь какой-то золотопромышленник был. По этому построению. Потом, после революции, там неизвестно, что был суд, где Игнатья Тихоновича в этом здании судили. В этом я не сучил. В музей. С девяносто первого года там музей. А его в восемьдесят шестом году. В восемьдесят шестом году. В восемьдесят шестом году. Через пять лет там уже музей стал. Игнатий сейчас светил своим судомом. А потом тут венчалась. Увенчалась с нами. Это все промыситель, да? Да. Расписывалась пара наша. Там наказал сделать Игнатий Канайча его жизни, его трудом. Займитесь этим. Он там передал директора. Директор принимал несколько раз. Он там беседовал с ним. Передал ему там всякие материалы. Так что он там был. А я стихарь свой отдал. У них там... Выставляет? Ну да, там выставляют облачение. Там на нем... Добавим стихарей. Епископское достоинство уже было. Да, да, да. Что у вас там тесто такое? Нет, ничего не написали. Да. И я туда там нашел в шахте крестики. Вот старые, свинцовые, там латунные, обломанные. Туда тоже отдал он. Они их просто там выставляли. А в шахте деньги нашли. 1840 год. 1840 год. Шахту полностью выгружали. Первым экскаватором перемывали. И все там оказалось вот в лотке. Это не много денег было. Там это одна четвертая с серебром. Прямо шахты прям там были. Где они там были? Там глубина-то общая 3 метра. Вот они на метр залазили, а остальное выгревали оттуда. Видать, зимой когда... Это золото. Да? Иначе нет. А мы по их следам шнули. Говорят, что уголь все это там древесное. Ну не знаю. Нефть это там... Биологическое. А золото из чего получилось? Золото получилось так же как свинец. Свинец из чего? Не знаю. Золото не полез. Господь сделал специально эти металлы. Распросал сколько надо. Золото поменьше. Да. Я не по этому спрашиваю. Это я знаю. Как так еще? А как это объясняет? Да. На большой глубине. Под давлением. Под давлением. Какие-то молекулы вот так вот смешались. И получилось. Все объясняет. Показывает один. Лектор считает. Все про космос. Все слушают. Сидят. Где они там. Вот. Понятно все. Понятно. Все понятно. Все понятно. Поняли. Как там космос. Как там космос. Да. Мелисованность там это все. Вопросы есть. Есть вопрос. Мил человек. Мы про космос все поняли. А объясни. Как делает. Конфеты делает. Там внутри повисло. Как его туда закладывают. Конфеты. Повисло. А в советское время было такое. Про космос все понятно. Да. Рассказывает. Гректор считает. Про все это. Бога нет там. Ну и просто. Все это. Выжунки там. Все это. Создала там. Эволюция. Вопросы есть. Есть. Мил человек. Вот. Объясни. Вы поняли это все. Говорят. Поняли. А вот объяснили нам. Как получается. Вот. Пасутся вместе. Корова. Лошадь. Бараны. Но у всех потом получается. Совершенно разное. И я даду траву. Почему это. Как. Вот. Вот. Мил человек. Просто говорит. В дерьме. Не знаю. Мил человек. ИD-1. Ну вы помните же этот гитробологид инженера Гарина. Помните же. Мил человек. Ну там где. Бластер там. Развязала там людей. и там говорилось об оливиновом поясе но это тогда была такая теория что золото оно тяжелое и состоит у нас ядро внутри земли огромное оно 1500 километров или больше и оно из никеля и железа состоит а вокруг него золото платина ртуть все перемешано и и иногда она прорывается на поверхность прорывалась и все и вот это такая теория и вот этот гиперболит инженер агарин это алексей толстой написал еще в 2004 году и пробурили этим лазарем до этого алейного пояса дырку и оттуда качали золото ну написали такую фантастику и золото стало в мире как как и вот при соломоне говорит этот серебро было как камень простой вот так серебра но золото как серебра то есть тоже много серебро да все золото серебро золото серебро серебро поле а вообще сюда доставляли поле или поле металлы из потеряете до рубцовской практике движением делишь и вот там да там прям любые эти шахты старые по ним сейчас новые делаю сейчас там добывают и кстати они добывают золото где-то полторы тонны а серебра тонн двадцать может больше в прошлом году где-то в сентябре на месяц и длина уже 11 часов не только идут еще не зашло слушай большая машина сошла оттуда пишите деревня я выхожу смотри длиннющий большой если жира тогда как это глиномер глиномер я подхожу ну наконец-то нашел я говорю а вы куда приехали у нас потеряешь я говорю мы потеряешь а вы что лежите да всякая же эта медница какая то железо вот ну дружу а я говорю а что у нас тут кто это не заказывал ну как вот да так я говорю не заказывал ну что я то всех знаю где здесь ты ничего не доехал кто-то мельница заказал там или железо какое то надо будет жить а мы просажем что я говорю а ты посмотри у тебя район какой указан ну посмотрите а это Сосовский район ну как верно я думаю а зачем ты приехал по Маматовский район это от нас 350 км а он через Амстуев, через Камень и проехал через Плотино как его через Плотино то проехал и свалился то туда вот это так могло чуть-чуть оно обружало играть тяжелым вот он порадовался подумал вот ты молодец какой а да и думал давай туда забивать ну вот у меня сейчас а ты что да я забил потеряю а она сейчас почему потеряю ну да а сейчас забил ну забил когда он ага ведется сейчас у меня через Кальтниково там это Буканское в Колейск ну вот его теперь поедем теперь туда поедем теперь с ней 350 км здесь давай он разворачивается в Моей ограде прижался потом туда еле-еле он развернулся я думаю я думаю аж техник не смотрел я думаю развернулся на Корщинку нет зачем а тот потеряет все еще есть потеряет и вот оттуда подводами по воде доставляли до Аби и вот сюда к нам вот это наши труба где вот тут труба вот это это первые первая ГЭС это ее корпус нашего Барнаула энергию выдавала электростанция первая тепловая только здесь стройка может быть не допустим может быть сохранят как это станет кто памятник что да никто ничего тут не будет пока идет о чем ну нет что да кто-то шел мимо и Игнар Тихонович вышел и сказал спросил сказал ему ну вот а что теперь серьезно еще официально пошли пошли так а что вы обмена не говорят берите в костноте разбирайте не оставляйте так кто остается два часа еще целый никто бы со мной поедет плавает я даже не знаю даже поедешь которые поедешь нет нет не не а ни в классе нет там придет смотри а я прямо поеду а всегда походят ну на держите хотя бы переодеться а то придем все на венчание мы на наш канал мокренькая еда ну как бы сегодня так что да господу славу отчета даст она есть благородицу пресоблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего чистейшую херубин и славнейшую без сомнения серафим безысления благослово сущую богородицу тебя величай читай господи защити родину нашу от нашествий на племенниках от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрый закон и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покаяться в небрежении своем и проповедуют смело и над славным об Иисусе Христе господи праведные суды твои над россией за то что оставили тебя и слово твое изреченное в святой библии прости нас господи владыка жизни что закрыли имя твое бога и его ду святой ду наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а воочи господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая тройца отец сын и святой дух аминь аминь спасибо христос спасибо христос